Путин и Байден снова договорились продолжить договариваться. Два часа переговоров, судя по официальным отчетам, завершились поручением начать консультации по чувствительным вопросам. Путин говорил о красных линиях, которые лучше не переходить. Байден пообещал санкции и вооружение для Прибалтики, Румынии и Польши, если обстановка вокруг Украины накалится. Но в США при этом не считают, что Россия решила напасть на Украину. Хорошо дела идут лишь в совместной борьбе с киберугрозами. Центробанку поручено за год побороть инфляцию. Путин потребовал от регулятора вернуть ее к 4%. Эксперты не исключают даже ценой экономического роста. Официальная инфляция – 8,4%. Опрошенные Центробанком потребители считают ее вдвое выше. В декабре ЦБ ждут очередного повышения ключевой ставки. Китай готовит черный список компаний, которым будет запрещено вкладываться в IT-индустрию Поднебесной. Как пишет Financial Times, местным стартапам таким образом планируют перекрыть доступ к иностранному капиталу. Уже существующих компаний запрет, впрочем, не коснется. У Германии новый канцлер. Главой правительства избран социал-демократ Шольц. Кабинет министров формируется коалиция из трех партий, на создание которой ушло два месяца. МИД впервые возглавит женщина, лидер «Зеленых» Бербок, которая перед выборами обещала противостоять российско-китайской угрозе. Европарламент вслед за США и Австралией призывает бойкотировать Пекинскую Олимпиаду. В отличие от Вашингтона и Канберы, Брюссель настаивает на полном бойкоте. По словам вице-президента Европарламента Бира, нельзя спокойно смотреть на то, как Китай нарушает права человека. На этом фоне Associated Press сообщает о жестоком подавлении антифранцузских протестов в Мали. Местные жители заподозрили военных в помощи местным террористическим ячейкам и перекрыли дорогу к конвою. Военные в ответ открыли огонь, убив двоих и ранив несколько десятков. Франция начала военную кампанию в Мали в 2012-м после арабской весны. Этой осенью премьер страны МАИГа прямо обвинил французов в подготовке террористов. Макрон ответил, «Мы надолго не задержимся». За время пандемии доля миллиардеров в мировом богатстве достигла рекордного уровня, говорится в исследовании World Inequality Lab. Богатейшие всего мира за два года накопили больше 4 триллионов долларов. За этот же период армия нищих выросла на 100 миллионов. В России одному проценту принадлежит 45% богатств. Крупнейшая частная российская авиакомпания S7 получила иск от бортпроводника. Он требует выплаты компенсации за ночные рейсы. Как сообщили в профильном профсоюзе, случай далеко не единичный. Перевозчики ежегодно недоплачивают бортпроводникам до 5 миллиардов рублей. А в Арзамасе таксисты вышли на забастовку против Яндекс.Такси. Агрегатор в очередной раз срезал зарплаты водителям. По их словам, потеря минимум 10 тысяч в месяц. Около 100 человек отказались выходить на смену и требуют ответа от Яндекса. Пока все ответы от робота-автоответчика. В этот же день стихийные забастовки прошли и в других городах. Полиции расширили полномочия. Госдума в третьем окончательном чтении разрешила сотрудникам МВД проникать в квартиры, дома и на участки для задержания, а также оцеплять здания и территории и вскрывать машины. Стрелять в человека, если он лишь может представлять угрозу, полицейским все же не разрешили. Фонд кино отобрал часть денег, выделенных на фильм «Мария. Спасти Москву». Как следует из трейлера, в 41-м столице была спасена благодаря девушке, которая привезла в город чудотворную икону. В фонде кино сюжет не оценили и потребовали деньги назад. Сколько именно, не уточняется, будет ли доснят фильм тоже.